Приветствую! С вами я, Алена Вавулина, и сегодня мы попытаемся разобраться, что такое современное искусство и с чем его едят. Не секрет, что творение мастеров древности ценится больше, чем творение современности. С чем же это связано? Прежде всего, стоит отметить, что современное искусство радикально и реалистично, что для многих неприемлемо. Кроме того, классические произведения просты и понятны, а современные заставляют поломать голову, что хотел ими сказать автор, да и хотел ли вообще. Ответы на эти наболевшие вопросы нам поможет найти Строева Олеся Витальевна, кандидат философских наук, профессор кафедры истории и культуры в ГИТРе имени Литовчина. Встречаем! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема, и многие из вас, я думаю, тоже задаются этим вопросом, да, как понять современное искусство. Но я думаю, что проблема здесь вот в чем, что мы хотим не только понять, да, что это такое, а вообще, в принципе, нас ставят в тупик некоторые арт-объекты, да, которые мы, в принципе, не можем отнести к искусству или к чему-то другому, да, вот в чем главная проблема. Давайте попробуем в этом сегодня разобраться, да, почему, собственно, мы должны считать, да, какие-то объекты, которые таковым нам не кажутся произведением и искусством. Так вот, первый пример, который мы рассмотрим с вами, это известная скульптура Родена, мыслитель, и такая вот гиперреалистическая пародия на эту скульптуру уже современного автора Джеймса Салмана, да. В чем же, собственно говоря, разница, а может быть, здесь никакой разницы нет. Дело в том, что те изменения, которые произошли с искусством в современности, они на самом деле имеют уже долгую историю. Уже поменяли характер искусства модернисты, к которым относится Роден. Что же он сделал? Дело в том, что, глядя на эти две скульптуры, можем ли мы сказать, что в них мы видим что-то прекрасное? Как вы думаете? То есть здесь воплощен, как вы считаете, идеал прекрасного тела? Вот здесь? А, ну может быть, да, какая-то мускулатура здесь присутствует. Но если мы сравним эти скульптуры, ну например, с Аполлоном, да, или с Давидом, Микеланджело, да, есть ли разница? Конечно же, есть. Потому что как раз в этом и заключается причина того, что мы никак не можем понять, почему современное искусство не такое, как оно было всегда в классическом представлении. Дело в том, что в классическом представлении всегда тело, ну если мы касаемся скульптуры, например, да, тело было идеальным. Это тело Бога. Здесь мы видим уже разрушение этой концепции. Что делает Роден? Он изображает тело в каком-то меняющемся состоянии, да, то есть он в принципе, как модернист, уже совершает очень серьёзный шаг радикальный в изменении феномена искусства. То есть он разрушает границу, как мы говорим, между повседневностью и, собственно, на вот этой вот сферы идеальной, которую раньше искусство, да, предлагало зрителю. Только всё прекрасное. Что касается вот этой вот, да, скульптуры, здесь мы видим уже, так сказать, гипертрофированный натурализм, да, то есть повседневность такую кричащую, это тело, которое мы встречаем ежедневно, да, но не конкретно это, а вообще в принципе, да, то есть мы так тело воспринимаем в жизни. И возникает вопрос совершенно логичный, то есть а почему мы должны смотреть на него ещё и в зале, да, в, допустим, выставочном зале и считать это тоже искусством? У нас вот возникает какая-то, да, такая парадоксальная ситуация. Так вот, этот парадокс на самом деле разрешил Эммануил Кант, поскольку он в своей работе «Критика чистого суждения» объяснил, как работает эстетическое восприятие человека. И как раз вот, исходя из его концепции, мы можем понять, что такое современное искусство. Дело в том, что искусство — это эстетический феномен. То есть, как объясняет Кант, отношение человека с миром, да, один из аспектов отношения человека с миром, удивительный. Это как раз вот это вот эстетическое отношение. Когда мы вдруг какой-то объект или предмет из окружающего мира начинаем воспринимать не просто с практической, например, точки зрения, да, а вот именно видеть в нём что-то эстетическое. Другими словами, мы начинаем любоваться им, да, получать от этого удовольствие. Причём оно обязательно должно быть неутилитарным, то есть незаинтересованным. Я вам приведу очень такой простой наглядный пример, как это происходит. Представьте себе человека, идущего по улице. И вот вдруг он захотел в туалет. И вдруг он обнаружит, что он оказался рядом с Третьяковской галереей. И, ну, нет другого места, куда бы ему зайти в туалет. Он заходит в Третьяковскую галерею, но ему нужно в туалет. Несмотря на то, что этот туалет находится в Третьяковской галереи, какая у него будет цель? Ну, практическая, да? То есть он, зайдя, так сказать, туда, да, он не будет эстетическим субъектом, правильно? И, естественно, ничего вокруг воспринимать как эстетические объекты не будет, потому что у него будет совершенно другая цель, да, удовлетворить свои первичные потребности. Дальше. Смотрите, он выходит из туалета. В зал Третьяковской галереи он вдруг неожиданно становится кем? Эстетическим субъектом, потому что вот эти вот холсты с краской, которые там висят, совершенно бесполезные, вдруг становятся для него источником удовольствия. И он может там провести два часа. Так вот эту замечательную, понимаете, способность человека одномоментно менять установку на мир, да, на предметы, на объекты, заметил Марсель Дюшан. И он подумал, а зачем вообще какие-то холсты с краской, когда можно взять из этого же туалета писсуар и просто переместить его в другой контекст. И человек, понимая, что он выходит из одного контекста и попадает в другой, сам, понимаете, в своей голове, в своём сознании сделает его эстетическим объектом. И делать-то ничего не нужно художнику, да, никакие, там, применять художественные средства для этого. И назвал он это «реди-мейдами». Так? И дальше продолжил эту идею развивать и использовал уже различные предметы из практического обихода, вот как раз основываясь на этой способности зрителя, просто меняя контекст, да, то есть просто подталкивая человека к тому, чтобы он сам наделил эти объекты эстетическим смыслом. Как вы думаете, вот, например, могло ли это произойти в XVIII веке? Скорее всего, нет. Почему? Потому что XVIII век характеризуется консервативным восприятием искусства. Ну, а эстетические отношения с миром у человека, в принципе, такие же были. Но можно ли было его заставить поверить в то, что писсуары – это произведение искусства? Явно нет. Значит, здесь есть ещё какой-то очень важный фактор, который появился в XX веке, что сделало способным человека вот именно так менять быстро своё отношение, ну и вообще, в принципе, возможно существование вот такого вида современного искусства. Дело в том, что XX век – это век массового производства. Все вот эти вот предметы, которые выставлял Марсель Душан, он как будто бы выхватил из некого потока стандартизированных, ну вот таких вот массовых продуктов. И таким образом он как будто бы начал возвращать им уникальность и рукотворность. Потому что в XX веке именно эта проблема возникла – потеря, понимаете, уникальности, рукотворности. Вот это вот, собственно говоря, размножение образов, которое возникло из-за появления фотографий, кинематографа, а дальше больше. Массовая культура, медиакультура, она вообще постоянно плодит. Это огромное количество образов, бесконечно. Поэтому это стало актуальным, что вот, оказывается, можно выхватить из потока какой-то предмет или объект и обратить на него внимание и превратить его в эстетический. Этим же занимался Энди Орхол. Поскольку, смотрите, он брал какие-то из той же потребительской культуры образы и обрабатывал их своим художественным методом. Он придумал свою художественную печать, и то есть он придавал им какую-то уникальность. И, собственно, всё, что вроде бы уже было знакомо, сто раз видено, приобретало как раз какую-то ценность. В том смысле, что это уже что-то единичное, а как раз произведения искусства они этим и отличаются от всего остального, что это что-то вот такое единственное в своём роде. Дело в том, что вообще всегда художники, они с чем-то соревнуются или с кем-то. Вообще человек, он всё время находится в состоянии соревнования или с самим собой, или с другими, или с природой. В общем, и здесь то же самое произошло с художниками. Поскольку появилась фотография, а потом уже и компьютерное изображение, художники начали соревноваться вот с той точностью воспроизведения, которые даёт нам техника. И сначала гиперреализм появился как способ, скажем так, перерисовывания фотографий. То есть использовались проекции большого размера, и художник, вот он, так сказать, превращал фотографию обратно как будто бы в живопись. И здесь ещё один такой важный момент возникает в восприятии современного искусства, это так называемый момент аттракциона. То есть человек, зритель, глядя на это, сначала думает, что это фотография, а потом «Вау, так это же нарисовано!» И как это так? То есть здесь даже какой-то другой механизм начинает работать, скорее от удивления тем, что художник, оказывается, превзошёл, может быть, в какой-то степени и технические, технологические возможности. Под влиянием техники, технологий меняется, в принципе, наше восприятие эстетическое, это требует каких-то других визуальных форм выражения. Дело в том, что наш глаз сейчас испорчен всякими разными технологиями, но начиная с фотоаппарата, заканчивая, допустим, теми же телефонами, которые способны сейчас высочайшего разрешения давать нам изображение. Мы уже на мир смотрим через фильтр вот этих вот технологий, понимаете? И поэтому мы уже не воспринимаем изображение таким, каким оно было, например, в XIX веке. Тогда ведь тоже существовал реализм, натурализм, даже иллюзионизм. Но глядя на эти картины сейчас, мы что, скорее всего, не будем поражаться точностью передачи. Ну, иногда бывает, но до такой степени нет, потому что вот то, что делают гиперреалисты, это как раз передаёт особенность нашего восприятия сейчас. Ведь глаз наш на самом деле такие мелкие детали не способен увидеть. Вот они передают какое-то другое измерение, которое свойственно именно нашему сейчас взгляду на мир. С другой стороны, гиперреализм, как я уже сказала, это, конечно, аттракцион. Аттракцион, привлекающий внимание. И поскольку мы живём в обществе потребления, капитализма и так далее, то есть тут главной ещё действующей силой является арт-рынок. То есть любое произведение искусства или даже арт-объект, который производится, он всё равно становится элементом этого арт-рынка или общества потребления. Соответственно, он и наделён теми же свойствами, что и любой продукт. То есть он обязательно должен быть аттракционным, обязательно должен быть технологичным. И даже не обязательно, чтобы он нёс какую-то высшую идею. И даже можем сказать, что не всегда и гиперреалистические произведения с точки зрения эстетики прекрасны. Они могут быть безобразными, наоборот. И вызывать какие-то у нас ощущения противоположные отвращения, например, или шока. Особенно мы это увидим в скульптуре. Вот, например, такие произведения китайского художника Лэнга Чжуна. Вот посмотрите. Даже непонятно сначала, что это. То ли это реальный человек, то ли это кукла, то ли это картина. Поскольку настолько детально проработано всё, проработан материал и какие-то характеристики тела, например. То есть вот, это как раз говорит нам о том, что художник в первую очередь стремится удивить. Удивить, да? А потом уже всё остальное. Что касается скульптуры гиперреализма, это вообще тоже интересная отдельная тема. Сами технологии, которыми пользуются художники в этой сфере, они пришли из киноиндустрии. Это технологии, которые применялись для создания муляжей, ну или так называемого протезного грима. Ну вот один из самых известных австралийских художников, Рон Муик, он создаёт огромные скульптуры или наоборот меньше человеческого размера. Вот такие вот произведения используют современные технологии силикона, там всяких компьютерных молдингов и так далее. И имитируют полностью, посмотрите, да, абсолютно точно имитируют тело человека. Произведение искусства, оно таковым становится, когда там появляется личность художника. Вот в чём дело, о чём я и хотела сказать. Ну поскольку Марсель Дюшан вот первый перешагнул границу искусства и в том смысле, что он перешагнул даже границу жанра, в том смысле, что перестал использовать художественные средства. И все современные художники изобретают какие-нибудь новые художественные средства. Ну, например, Марк Квинн сделал свой портрет из собственной крови. Что, в общем-то, тоже интересно концептуально, с концептуальной точки зрения. Он собирал кровь её много лет, потом из неё отлил свой портрет. Вот гиперреализм, который практически удивительным образом демонстрирует вещи такими, какими мы их видим сами, не лишает ли это свойство объектов искусства некого соавторства зрителя с художником? То есть, когда я вижу, например, портрет Николая Второго, серого, я на самом деле не вижу Николая Второго, я вижу некие цветовые пятна, в которых с помощью своего воображения я дорисовываю Николая Второго. А когда я вижу, допустим, гиперреалистическую какую-то скульптуру, то я вижу её так, как я вижу её в действительности. И у меня не включается воображение. Вот не лишает ли гиперреализм зрителей воображение? Ну, во-первых, нужно, конечно, какой-то конкретный пример рассматривать. Мы несколько тут уже смотрели вариантов. Нужно смотреть по восприятию. Да, вот давайте вернёмся к этому слайду. Какие возникают чувства по отношению вот к этому портрету? Ну, у меня складывается впечатление, что таких людей, таких типажей я в жизни уже навидался. И я, возможно, могу дорисовать какие-то психологические черты этого человека по его внешнему виду. Но я это делаю уже, грубо говоря, какими-то инструментами рациональными, и меня это не впечатляет. Я начинаю об этом думать, об этом размышлять. И вот, по-моему, за счёт гиперреализма я теряю вот этот вот предыдущий шаг иррационального восприятия, что я сначала воспринимаю это эмоционально, и только потом начинаю об этом думать. Здесь же я смотрю и сразу начинаю думать. То есть у меня не включается воображение. Мне кажется, что это как будто бы какой-то шаг назад. На самом деле гиперреализм – это практически восковые фигуры. То есть вот глядя на восковую фигуру Николая II, что бы ты подумал? Ну вот я бы увидел его как живого человека. То есть, возможно, даже на меня бы произвело впечатление это как живого человека, но я бы не стал, мне кажется, соавтором этого образа. Совершенно верно. Потому что он бы просто был бы мне передан уже готовым. Да, вот как раз мы и говорим о том, что здесь нет… Тут ещё, понимаете, в чём дело? Вот механицизм и любое сотворение через технологию, оно как раз лишает возможности и художника в том числе туда что-то добавлять своё. Потому что почему нам интересно смотреть портреты или произведения искусства классических художников? Потому что мы там видим действительно обработку сознания другим человеком. И потом ты совершенно правильно говоришь, ты тоже этот образ как будто бы восстанавливаешь для себя, да, и его обрабатываешь, и это находит какой-то отклик в тебе. Вот с точки зрения феноменологии, действительно, доработка образа, как ты говоришь, да, это интересная такая процедура. Когда всё готово, это становится неинтересным. Поэтому мы и говорим о том, что вот этот механицизм и дегуманизация, она убивает поэзию, да. То есть вот о чём мы с вами и говорили, да, что здесь мало поэзии, и вот поэтому и не хватает тебе чего-то в этом. То есть есть, может быть, эффект вау, так сказать, да, то есть это вот здорово, да, похоже, какая-то симуляция тела, например, да, но при этом нет поэзии, да. Об этом, кстати, подробно писал Хайдегер, в том числе, у него такая статья «Вопрос о технике». Он говорит о том, что вот как раз развитие технологий, оно убивает этот поэтический момент в искусстве, да, и как раз приводит к дегуманизации. Неужели, что у современного искусства такие большие проблемы? Неужели современное искусство современно нам, но не останется в истории, как, например, остались импрессионисты и все, кто были до них? Ну, любой процесс развития искусства – это отбор, как естественный отбор. То есть останется то, что действительно характеризует нашу эпоху и что действительно ценно. А у меня тоже возник вопрос. Скажите, пожалуйста, художники-гиперреалисты, они используют модели своих при создании своих произведений? Они используют компьютерные модели, да, так сказать, как называется, молдинги. То есть они создают образ с помощью компьютерной графики. Вот. Возможно, я думаю, что да, может быть, какие-то из жизни, так сказать, да, личности вдохновляют на это. Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос, думаю, связанный с предыдущим. Ведь современное искусство – это не только гиперреализм, там огромное количество жанров, в том числе абстрактных. В том числе. Почему же такое значимое место занял именно гиперреализм? Ну, поскольку мы просто… У нас сегодня ещё и времени не очень много, да, рассматривать слишком много жанров. С другой стороны, просто всегда на каждом этапе развития искусства мы смотрим, что появилось новое. Потому что, понятное дело, что есть и художники, которые реалистические тенденции продолжают, те, которые абстракционистские тенденции продолжают и так далее. Но это не новое, да, это повторение или развитие старого. А мы рассматриваем, ну, то есть привлекают интерес те, которые возникли именно на вот нашем этапе, например, развития общества, культуры, да, и факторы, да, сложившиеся в культуре и обществе влияют как раз вот именно на такое, да, на такое создание произведений искусства. То есть вы хотите сказать, что популярность гиперреализма связана с его новизной и злободневностью, да? Ну, это продукт развития технологий, продукт развития потребительского общества, продукт развития массовой культуры. Вообще, скажем, механизмов восприятия человека, да, то, что его привлекает, то, что можно продать, другими словами, да, например, там, кураторам и кому-то ещё. Хотя вот, кстати говоря, сейчас в Москве проходит выставка японского художника. Оказывается, и поп-арт тоже популярен и активно привлекает зрителей. Вы знаете, да, в гараже, в Центре современного искусства проходит выставка Мураками, да, это художник, не писатель, а художник. Так вот, он работает в жанре, ну, практически изобретённом Энди Орхолом, но только на такой японском, да, в стиле японцев. И огромный ажиотаж вокруг этой выставки, туда не попадёшь, огромная очередь. Но возникает вопрос, а почему жанр поп-арт стал настолько популярным в Японии? Наверняка вы слышали о таком японском художнике и скульпторике Ичитана Ами. Да, ну, их там, на самом деле, много подобного рода. Во-первых, потому что на Японию очень повлияла американская культура, и они напрямую заимствовали этот поп-арт от американцев. Дальше у них, у самих японцев, есть жанр аниме, он чем-то близок по эстетике, по партам, ну, то есть любовью к ярким цветам таким вот, да, ну, каким-то мультяшным каким-то таким вот образом. То, что они называют кавайи, хорошенькие, там, милые, да, какие-то зверюшки, ну и так далее, да. И, собственно, они поэтому, и, мне кажется, развивают эту тенденцию. И, кстати, интересно, что это привлекает много народу, потому что это поп-арт, это же эстетизация массовой культуры. И, соответственно, понятное дело, что массовое сознание, оно привлекается к массовой культуре. И тут ещё всё ярко, весело, там какие-то вот эти вот зверюшки, с ними можно сделать селфи, с ними, да, то есть главное, это что, попасть там вот в эту вот среду разноцветную и там пофотографироваться, выложить потом всё это в сеть. Очень здорово. Так что, на самом деле, вот, например, тот же самый Мураками опровергает версию о том, что там не все признают современное искусство. То есть смотря, что делается, да, и просто в современных искусствах очень много всего. И есть то, что как раз привлекает массового зрителя. Ну, тот же самый паблик-арт. Это скульптуры уличные. Это даже ведь стало таким трендом или тенденцией в европейских странах. Выделяются деньги из муниципалитета, да, для того, чтобы устанавливать в центре городов какие-то странные там непонятные скульптуры. По замыслу самих создателей, оно вообще искусство только для избранных. Его не должны на ура воспринимать все. Это непонятное искусство. Чёрный квадрат до сих пор никто не понимает, да, что это такое. И, кстати говоря, многие кураторы и правительства, да, считают, что это программа просвещения и оккультуривания народа. То есть вот как раз, когда ты выносишь такое произведение в массы, да, вот как раз, когда оно становится паблик-артом, народ как-то его начинает принимать и воспринимать, да, не считать его чем-то элитарным, да, то есть закрытым где-то там в музее, да, только для избранных. Итак, сегодня нам удалось хотя бы немного приоткрыть завесу тайны, что же такое современное искусство. Надеемся, теперь из непонятного зверя это понятие станет вашим другом, с которым мы рекомендуем вам познакомиться на седьмой биеннале современного искусства в Москве, который вы можете посетить до 18 января 2018 года. Информацию о других выставках в жанре современного искусства вы можете найти на нашей странице ВКонтакте «Ток-шоу в Гитре 2017-18», а также на наших страницах в Инстаграм и Фейсбук. Наши интересности ждут именно вас. А сейчас мы закрываем нашу программу и желаем вам всего доброго. До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ